Петербург Петроградки, который в современном Петербурге превратился в жилой особняк. А есть домики, которые как будто бы вообще сошедшие из кадров советской мультипликации. И бывало, если гнома не бывало долго дома, старый дом о нем скучал, грустно ставнями стучал. И у каждого такого дома своя история. Вот известный домик на Васильевском острове, осколок послевоенного Ленинграда. Но встречаются и настоящие загадки. Гагаринская улица, между дворцом Кушалева безбородка и домом придворных служителей буквально зажато маленькое здание. Для особняка маловато, для окружающей застройки низковато. Вопрос, как оно здесь оказалось? Историк и автор многочисленных книг по архитектуре Петербурга Елена Жиригина поясняет. Еще в начале 19 века на этом месте был переулок. Затем граф Кушалев безбородка выкупил окружающие территории и получил разрешение, оборудовав здесь один из въездов в свой дворец. Это были ворота и жилище привратника наверху, комнатка. Видимо, была какая-то приставная лестница со стороны двора. Потому что тогда никто не предполагал, что кому-нибудь потребуется так регулярно туда лазать. Видите, стеночки здесь очень небольшие, опять-таки, не для дома. В советское время коморку привратника использовали для решения жилищного вопроса. Квартире даже выдали номер и пристроили стационарную лестницу. Другим путем наверх не попасть. Кирпичи могут быть довоенными, а могут быть из какой-то разрушенной во время войны постройки. То есть наскоро ее делали? Да, потому что, видите, какие-то ступени бетонные, какие-то плитные. В общем, ну, тут не совсем понятно. В этой квартире и сегодня продолжают жить. Но, судя по оставленным почтовым извещениям, весьма и весьма нерегулярно. Египетские ворота на въезде в Пушкин. Построены при царствовании императора Николая I в начале 19 века. Сегодня памятник федерального значения и предмет коллекции музея городской скульптуры. А на момент постройки одно из самых необычных жилых помещений в окрестностях Петербурга. Конечно, внутри здесь не так живописно, как снаружи. Да и строилось само сооружение лишь по мотивам архитектуры древней цивилизации. Но если включить воображение, атмосфера здесь вполне сойдет за египетскую. Будто я египтянин, и со мною, и солнце, и зной, и царапает небо когтями легкий свинкс, что стоит за спиной. Сегодня попасть внутрь египетских ворот можно лишь со специалистами музея городской скульптуры. А в Николаевскую эпоху это был караульный пост на въезде в Старское село. И здесь постоянно кипела жизнь. Судя по смете, снаружи вычурные ворота внутри имели хоть и строгую, но вполне обитаемую обстановку. С деревянными нарами, израстовыми голландскими печами и отделкой под дуб. Условия были довольно-таки спартанские, но тем не менее голландские печи с израстцами – некий изыск. Конечно же, освещения здесь никогда электрического не было. Сторожа выходили к путникам с керосиновыми лампами, проверяли документы, спрашивали, куда они едут, показывали дорогу. Уже после смерти Николая Первого караулку упразднили, и почти век пилоны пустовали. А в советское время, как гласит одна из баек города Пушкина, правый пилон до 1985 года занимал сторож сельскохозяйственной академии по фамилии Игнатов. Здесь же имел прописку, за водой ходил на колонку, удобство рядом. Впрочем, даже следов этого пребывания сегодня не сохранилось. А возможно ли было такое проживание в памятнике федерального значения, не знают даже сотрудники Музея городской скульптуры, которые надзирают за воротами еще с 1939 года. Вполне возможно, Игнатов пользовался тем, что в какие-то моменты были повреждены двери, и, может быть, он здесь некоторое время и проживал. В архив Государственного музея городской скульптуры, на учете которого состоит этот памятник, таких сведений не зафиксировано. Как считают специалисты музея, вариантов вдохнуть жизнь в эти помещения множество. Но сделать его жилым, без водопровода, канализации и электричества, которого тут не было со времен постройки, совершенная утопия. Закоулки Лиственной улицы. С виду обычная для этого района панельная хрущевка, если не смотреть вверх. Где еще можно увидеть панельку в два этажа высотой? А в 60-х это был смелый строительный эксперимент. На этих фотографиях запечатлен процесс строительства не из панелей, а из заранее собранных блоков комнат. Хватило на 8 квартир. Кровер Дмитрий Гусаров поясняет, этим в Ленинграде и ограничились. Иначе всю технологическую базу в городе пришлось бы делать с нуля. Техника в стране такая была, но Ленинград не мог себе такого позволить. Закупить огромный штат вот этих машин. К тому же ДСК, домостроительные комбинаты, уже были заточены под производство панелей, конвейера. И нужно было их переналаживать, то есть новую формуоснастку делать. Это проще сделать там, где еще не построен такой комбинат. К примеру, так поступили в Краснодаре, в Воронеже. В 70-х этот тренд продолжил японский архитектор Кисё Куракава, построив в Токио модульную капсульную башню Накагин. В канадском Монреале появится модульный Хабитат 67. Но для Ленинграда этот подход так и останется экспериментом, который и сегодня продолжается, уже с участием современного поколения петербуржцев. Вот так в условиях кухоньки в 3 квадратных метра Анна Корнева может налить воду, поставить чайник и засыпать заварку, не сходя с места. Жизнь в условиях минимализма, как в кукольном домике. Анна даже шутит, собаку пришлось брать под размер. Уже и не говоря про потолки, до которых можно дотянуться рукой. Холодильник долгое время странствовал по квартире. Он стоял, когда здесь жила бабушка в коридоре. И когда мы стали с мужем жить вместе, он приехал, он достаточно высокий. И плечом между дверным проемом и холодильником он не мог пройти, только боком. А, то есть приходилось вот так вот боком как-то в коридоре. Если и переезжать, то где еще можно найти трешку в 37 квадратных метров, сетует Анна. Да и дом, где жили еще бабушка с дедушкой, просто так не покинут. Так что микрохрущевка на Лиственной так и останется маленькой деталью неформатного Петербурга. От домов на земле к домам над землей. Метро Озерки, дом постройки начала нулевых. Наверху сооружение, которое фанаты комиксов назвали бы жилищем супергероя. А кто же там живет на самом деле? Здесь собираются художники из Петербурга, из Москвы приезжают. Мы устраиваем тут встречи, коллаборации, небольшие выставки, экспозиции. И это место, оно вдохновляет. То есть как-то можно немножко отличиться от суеты, посмотреть на немножко сверху, переосмыслить какие-то свои взгляды и уйти в творчество. Это прекрасно. Анатолий Поздняк хоть и не супергерой, но человек творческий, художник. И обстановка здесь как будто под девизом «Ни дня без картины». Но это сегодня. А в нулевых Анатолий занимался финансами и аудитом. Подыскивал офис и нашел недостроенную мансарду в Озерках. Вот так запроектированная архитектором как художественная мастерская декоративная доминанта сделала из бухгалтера настоящего творца. Гений места не иначе. А на высоте вот так вот жить не страшно? Я бы, честно говоря, побоялся. Страшно, когда сильный шторм, когда вот крышу сносит, тогда, конечно... А как здесь шторм получается? Как на корабле? Да, даже страшнее, мне кажется. За каждым окном такого дома свои привычки, свой особенный образ жизни, своя история. Неважно, началась ли она в 19 или в 21 веке. Все это часть феномена под названием Санкт-Петербург. Города, который по замыслу своего создателя сам призван был стать чем-то уникальным среди всех европейских городов. Неформатным, нестандартным. Иначе говоря, из ряда. Вон. Антон Цуман. Пульс Города.